У нас есть ощущение, что если мы создаем правильные какие-то такие условия, то, соответственно, человек сам начнет быть естественным образом вовлеченным в работу. Но многое очень зависит, на самом деле, от конкретной ситуации в бизнесе. Ну, допустим, я тоже вспоминаю, у нас там есть кейс такой, значит, компания, они что-то там продают, и очень чётко прописывают инструкции, прописали такую инструкцию, и выдают каждому сотруднику, что он пришёл, а он пришёл на 6 месяцев, текучка, в средние, 6 месяцев. И он, значит, ему дают этот том, значит, с ожиданием того, что он сейчас прочтёт, там, корпоративная культура прописаны, правила взаимодействия прописаны, и там алгоритмы прописаны, там, и так далее, и так далее. Ну вот, и, ну, логично же, ну, здраво, да, человек пришёл на работу, у неё чёткая инструкция, в любом случае может обратиться к ней, всё сделать, приходит клиент, он отслюняет, там, посмотрит, как нужно действовать, там, и так далее. Ну вот, разумеется, люди действуют на автоматизмах, и те автоматизмы, которые у них были, они их воспроизводят. И если вы не организуете систему с обратной связью, которая позволяет человеку убедиться в том, что его какое-то действие приводит к результату или не приводит к результату, и после этого он его формулирует, например, сам для себя, ну, как один из механизмов, да, вот, он и не способен его понять, то есть он просто прочитал, смотрю в книгу, вижу фигу, вот, он для себя его не сформулировал, обратная связь не сработала, но создание этих цепей обратной связи является очень мощным и таким правильным инструментом для того, чтобы добиваться действительно вовлечённости сотрудника, потому что он чувствует, как бы сказать, чем слово его отзовётся.